Самураи Самураи А прежде чем продолжить немного истории До 12 века в Японии царила монархия Император был главным лицом, принимающим решения И решения эти не оспаривались А в конце 12 века пришли ребята-военные феодалы Назвали себя сюгунами и сказали Все, наша очередь править А называться этот строй будет не военная диктатура А сюгунатум У императора же осталась только номинальная роль Так и засели сюгуны на долгие времена А наш герой Сайга Такамори служил при сюгунном дворе Сначала был курьером, а затем и советником В общем, очень неплохое положение имел И все бы ничего Да вот только глава княжества умер А правление унаследовал его брат И погнало новое правительство в шею всех, кто был ему неугоден Среди таких оказался и наш герой Сайго Такамари грозила ссылка А то и что похуже Только вот такие вещи самураям непозволительны А в любой непонятной ситуации для них один выход Делай харакири В общем, Сайго, дабы не быть униженным Решил с приятелем броситься с обрыва Приятеля ждал успех А вот наш герой какой-то неправильный самурай оказался Взял да и выжил Тогда Сайго решил, что это точно какой-то знак Что-то важное он непременно должен свершить Но лирика лирикой, а хлопцы Сюгуна Нашли нашего парня и отправили в ссылку Но если вы помните размеры Японии Ссылка тут далекой быть не может Короче, отправили Сайго Такамари на острова Где парень пять лет благополучно медитировал То ли великий замысел родился в голове нашего героя То ли Сайго просто совсем затасковал свои глуши Но окончив пребывание в своей ссылке Решил подружиться с властями И строить политическую карьеру Сайго зарекомендовал себя Как весьма талантливый военачальник И стал оперативно продвигаться по карьерной лестнице Только вот пока наш герой нес службу Довелось ему сблизиться с движением оппозиции Сайго Такамари решил примкнуть к войскам Так называемого нового правительства Единственной целью которого было свержение Сюгуната Мы помним, что наш герой одаренный военачальник Так что исход противостояния не удивителен Сюгунат свержен Права монархии восстановлены Так вот, все сложилось как нельзя лучше А Сайго даже занял позицию военного министра в правительстве Япония жила и продолжала мирно лелеять традиционные ценности Дело вот в чем Развал традиционных ценностей в глазах правительства Равен угрозе понятным привычным устоям Новые западные веяния пугали японское правительство Пушки, оружие, промышленность Все такое непонятное и страшное Запад тем временем все больше и больше поглядывал в сторону закрытой Японии Интерес этот закончился прибытием на японские острова американского флота Откуда милые, вежливые американские политики Ненавязчиво помахали ружьями и пушками Ребята настоятельно порекомендовали японскому правительству Подписать договор о мире, дружбе и жвачке Прогрессивная часть правительства, собственно, была и не против Весь остальной мир шагнул вперед Вот и нам пора Короче, долго уговаривать японцев не пришлось Соглашение было одобрено и работа закипела За один миг в Японии появились все дары прогресса последнего столетия Одна только беда Появление новых видов оружия Совершенно вырезали социальные структуры Сословия самураев Традиционные войны в один день остались не у дел А наш Сайго с самого начала понимал Дело не к добру Сайго знал, что никакое оружие и инновации Не заменят воинского духа самурая Ведь кто такой самурай? Войн, который готов умереть на поле боя И примет за честь спасти другого ценой своей жизни Западный мальчик с оружием Не ровня самурая в ближнем бою Сайго Токамари верил в это всем сердцем Так и возникло масштабное протестное движение На протяжении 10 следующих лет Восстания за восстанием гремели на островах Японии А наш самурай покинул правительство И возглавил протестное движение Японская армия пробовала подавлять восстания новеньким оружием Зрелище весьма забавное Вчерашние войны вдруг сменили мечи на стреляющие штуковины И ни черта не понимали, что с ними делать И пусть европейские специалисты Взялись за обучение японской армии Первое время повстанцы самураи Разбивали их отряды на раз-два В фильме «Последний самурай» показано лишь одно восстание Пожалуй, действительно так выглядел последний бой повстанцев Отряду из 400 самураев предстояло сразиться с многотысячной армией В полной мере овладевшей оружием Самоотверженные войны рвались на поле боя И пали под пулями А для тех, кто остался в живых к концу боя Оставался только один исход Придать себя смерти самостоятельно Так гласит кодекс самураев Этим и закончилась последняя битва самураев А что же с тем самым американцем из фильма? Тот самый парень, который обучал имперскую армию А затем переметнулся на сторону самураев Действительно существовал Только вот был он не американцем, а французом И звали его Жюль Бруне Видавший виды французский офицер Действительно принял идею повстанцев И встал в одни ряды с самураями А вместе с ним и целый французский военный отряд История такова, что не делится с нами вердиктом Кто прав, а кто виноват Мы никогда не узнаем, дураки ли самураи Или все же верные себе и сильные духом войны Это каждый из нас решит себе сам Одно понятно Тем, кто верен своим убеждениям Спится и умирается гораздо лучше А вы, прежде чем бежать смотреть на Тома Круза В самурайском кимоно Не забудьте подписаться Ведь мотивации много не бывает Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok